Во Всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта, специалисты Щелковского отделения Матичинского противотуберкулезного диспансера подвели итоги своей работы. Сотрудники подчеркнули, что с начала 2000-х заметно снизилась частота заболеваний и сократилась смертность этого недуга. Эпидемия туберкулеза сейчас у многих ассоциируется с чахоточными девами из позапрошлого века и маргинальными элементами из нынешнего, будто все это не про нас. Несмотря на улучшение показателей, врачи не скрывают, что туберкулез по-прежнему остается одной из основных причин смертности в мире. А это значит, что выявлять лечение на ранних стадиях и проводить профилактические мероприятия особенно важно. Туберкулез – это то заболевание, которое можно вылечить. Главное, нужна приверженность пациента к лечению и выполнение всех рекомендаций врача. Щелковское учреждение, присоединенное в 2014 году к Матичинскому противотуберкулезному диспансеру, уже много лет оказывает амбулаторную помощь пациентам Щелковского района. Именно здесь проходят главные консультации пациентов со специалистами и в случае необходимости назначение на стационарное и санаторное лечение. Сейчас Щелковское отделение оснащено всей необходимой материально-технической базой, кадрами и способно бесплатно осуществить медикаментозное лечение для населения. Диагностика и лечение туберкулеза у нас в Щелковском районе бесплатная на основании полиса ум. И нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт. Дальше лекарственными препаратами на данный момент мы обеспечены всеми, поэтому никаких проблем с этим нет. Национальным бедствием это заболевание было признано в 1993 году. И с тех пор силы лучших светил науки, брошенной на борьбу с ним. К 24 марта диспансерное отделение запланировало особенные мероприятия. Сейчас у нас ко дню борьбы с туберкулезом проводятся выездные конференции в поликлиниках, в учреждениях общей лечебной сети, чтобы напомнить еще раз врачам о профилактике, о раннем выявлении туберкулеза. Детское отделение особо уделяет внимание тем, кто находится в контакте с больными, ведь болезнь передается воздушно-капельным путем. Здесь врачи работают с дошкольными учреждениями, школами, интернатами и детскими домами. Несмотря на то, что, как правило, заболевание у детей проходит в более легкой стадии, врачи уверяют, что расслабляться не стоит и необходимо продолжать работу по профилактике туберкулеза. Мы работаем тесно с медработниками школ, мы контролируем медицинскую документацию, делаем отбор контингентов, которые подлежат нашему углубленному исследованию. В принципе, мы не ограничены местами для проведения лечения детей в санаториях. Несмотря на то, что туберкулез не так страшен, как сто лет назад, и достижения медицины позволяют вылечить больных, в ряде случаев он устойчив к антибиотикам. И поэтому туберкулез по-прежнему остается серьезной проблемой для человечества. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».